Всем привет, дорогие зрители и подписчики канала, вы как всегда на канале Семья на чемоданах. С вами я, Славян. Мы в полном составе, продолжаем путешествовать по Грузии. Кто не смотрел предыдущие выпуски, обязательно их посмотрите, потому что все это очень интересно. Мы простояли в этом кемпинге три ночи, получается, четыре дня. И сегодня мы решили отсюда уезжать. Мы вообще заезжали на одну ночь, но учитывая, что было очень много детей, поэтому мы остались, чтобы дети поигрались и понаслаждались, и перезагрузились тоже. Сегодня отправляемся дальше, сегодня будет ночевка в интересном месте, посетим еще один прибрежный городок, так что не переключайтесь, оставайтесь с нами, ставьте лайки, пишите комментарии и погнали. Мы сегодня с утра психанули и приготовили оладья. На самом деле, знаете, как получилось, что утром кто-то один навонял на весь лагерь, на весь кемпинг оладьями, и представляете, все пошли готовить оладья. И в итоге у нас сегодня почти во всем лагере оладья. Красота. Сто лет не ели. Праздник оладьи сегодня. Да. Сейчас традиционно нам нужно собрать все вещи, опустошить биотч обязательно, помыть посуду, все аккуратно упаковать и сложить, и все, и можно отправляться в путь. Здесь главная задача в этом кемпинге мы выполнили, мы постирались. Уже, наверное, только через неделю будем стоять в кемпинге, будем стоять пока дикарями. У нас, видите, уже все убрано. Обожаю нашу машину за ее комфорт и за заводские вот эти вот ниши. Посмотрите, как много всего сюда влазит. Мы обычно в этой полочке возим, мы обычно в этих ящиках возим всякое ненужное и обувь. Вот здесь дети одевали кроссовки, поэтому сейчас их надо обратно сюда закинуть. Собрались, как говорится, спасибо этому дому. Едем в другой. Да, это тут, ребята, казахстанские номера. Я думаю, что мы еще увидимся с ними, они тоже доедут до Уреки. Так, полотенце все забрала, да? Да. Ага, все, как говорится, пока этому кемпингу. Кемпинг этот, он больше, короче, палаточный, не под автодома. Точнее, он вообще под автодома как бы не подходит. Здесь нет никаких подводок, ничего. Из-за этого мы сколько дней стояли дикарем, получается, как бы в кемпинге, но дикарем, потому что подводки нету, запитаться нет, куда он может протянуть, но это дополнительно, короче, стоит денег, мы не стали. И учитывая, что мы заряжали станцию регулярно, использовали холодильник. Сколько мы здесь? Три ночи, да, простояли? Три ночи простояли, холодильник был всегда включен. Ну и, собственно, мы сейчас прикуривались, представляете? Такие дела. Короче, лучше всего, конечно, раз в три дня, естественно, вставать куда-то. Сейчас у нас план такой, мы доедем до продуктового магазина, здесь более-менее в продуктовом магазине хотя бы цены адекватные, по крайней мере, молока можно купить. Вот, поставим это все дело в холодильник, купим огурцы, помидоры, там тоже магазинчики, вот тоже показывали. Пока мы ездим, у нас традиционно на панели приборов сушилка организована, именно так ванлайферы все досушивают постельные, ой, господи, постельные. Короче, одежду, потому что это самое теплое место, где одежда сохнет мгновенно. Мы, к сожалению, немножко не успели здесь в хемпинге. Самое важное, то, что мы хотели сделать, это купить еду, фруктов дня на три, нам должно хватить купленной еды. Ну, опять-таки, да, это не точно. Еще зашел, снял наличку ради интереса. Вот, короче, здесь есть банк, Банк оф Джорджия. Ну, типа, я так понимаю, какой-то государственный банк, да, грузинский. Вот, когда стоят даже терминалы этого банка в магазинах, он не принимает карту, ну, нет и все, никакая причина неизвестна. Здесь я ради интереса сейчас попробовал снять наличку, и вот он конвертит. Ну, короче, комиссия. Вот я снял 40 лари, а он комиссии взял себе 6 лари. То есть, вообще, прям прилично. Мало того, что он еще и не принимает карты, так он еще и комиссию огромную берет. На обед мы накупили всякой выпечки. Вкусный, горячая, только с печи. Будем ехать и кушать. Блин, я вот ненавижу ездить за рулем за вот это, а. Как свинота. Если у вас турецкий баллон газовый, как и у нас, то сложностей никаких не будет. Вот я заехал на заправку, парень накрутил сюда переходник, и заправляет. Надеюсь, сейчас получится. Самое важное, что мы узнали, это то, что заправить здесь можно, в принципе, любой баллон. Единственное, что после заправки баллона перестал работать клапан. Как бы газ идет, все хорошо, но он не пропускает плиту. Они мне говорят, сгоняй, горит на рынок сюда, вот в кабулете, и посмотри. В общем, решили, что поедем сначала на рынок, потом будем решать вопрос с ночевкой. Если что, на крайняк заедем, что ли, снова в кемпинг, либо здесь в соснах станем. Короче, пока не знаю. Мы снова вернулись на центральный рынок. Купил я новую плитку и новые все переходники. Старую пока решил не выкидывать. Доедем, начнем готовить. Решили все возможные вопросы, которые у нас возникают. Вот реально, слушайте, путешествие, это нихрена не отпуск. Сколько сегодня бытовых вопросов мы решаем. Просто трындец вообще. Еще, короче, нам нужно было срочно деньги вот на плитку. И представляете, начинаем через корону переводить. У меня пишут, что типа лимит превышен. Все, короче, в течение месяца превысил лимит. Более 15 переводов на этот ИБАН. Я такой, вот это, да, короче, сейчас плитку не купим. В музей этот не сходим. Короче, в грузиках-то котлеты отлетают просто невероятно. С невероятной скоростью. Ну и смысл в том, что я еду по этой улице уже такой расстроен. Думаю, вот это попадос. Резко боковым зрением кидаю взгляд на обменник. Вспоминаю, что у меня есть 20 долларов заначки, которые я менял еще, когда доллар был 70 рублей. Представляете? Пошел, я отдал, она мне поменяла. За 20 долларов она мне отдала, получается, 51 лари, а по курсу 52. То есть всего лишь там разница в 1 лари. Ну, по сути, 35 рублей разница. Ну, в общем, все, мы боржоми купили, холодненький. Сейчас пьем и едем туда в сторону Уреки. Ребята, мы приехали в Уреки. Здесь невероятнейшая красота. О, Кран-Калифорния, кстати, стоит. Мироша, пошли, 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 Мироша, пошли. Ха-ха-ха, блин, как же здесь круто. Сосновый лес, это единственное место вообще, где есть черный песок с сочетанием моря и зеленой травы. Блин, здесь просто крутизная. Вот здесь люди отдыхают в соснах, ставят палаточки вот так на машинах. Мы чуть закат немножко, правда, пропустили, но тем не менее, последние краски мы сейчас ловим вместе с вами. Все мои ушли уже на море. Пойдем, пойдем, Мироша тоже. Как здесь прекрасно, ребята. Вот это вот наше любимое на самом деле место в Грузии, потому что здесь реально невероятная красота. Посмотрите, как здесь, какие краски, как здесь все смотрится. Черный, как вулканический песок, зеленая трава, стоят кемпера, куча-куча машин, палаток здесь. Так здорово. Вау, и там зеленая трава. Ну что за виды. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вуу, да, Мироша? Как тебе? Блин, ну кайф это. Какое? Грязненькое. Грязненькое, а потому что это песок или мусор прям. Ну штормит, видимо, ветер. Утром надо посмотреть. Короче, самое что интересное, что я заезжаю, вообще было, ну просто заезд. А в итоге хлопц, охранник сидит, я заезжаю, говорю, а что, типа, ну платный, хмест, он говорит, с чего ты взял? Я говорю, не знаю, просто спрашиваю, говорю, осенью просто, говорю, вообще никого не было. Он говорит, нет, говорит, бесплатный, езжай, говорит, поставь палатки, ночуй, говорит, все, без проблем. Это, говорит, просто теперь частная территория, ее выкупили, и вы думаете, это уже частная территория, и на нее спокойно пускают вот всех, кто хочет вот так вот постоять. Здесь будут строиться коттеджи, какое-то количество штук, то ли 30, то ли сколько, с видом на море. Я говорю, да ладно, это же все вырубят. Он говорит, ни в коем случае никто не позволит, никто не даст. Просто прямо среди природы будет сделаны красивые-красивые, вот такие, знаете, как бунгало, типа. Ну посмотрим, как оно будет. Но пока мы будем расстилаться, готовить ужин. Много-много-много и ложиться спать. Гранд Калифорния, это Гранд Калифорния. Это вау, это тебе не хухры-мухры. Это прям топ. Руслава, что ты меня снимаешь? Я не хочу. Вот так вот утро. Мы стоим прямо вот так вот. Вот так вот, ребята, на берегу. Вот у нас, пожалуйста, зеленая трава. Там начинается черный песок и море. Я вот Настенку уговариваю, говорю, пошли, пошли, говорю, купаться с самого утра. Вывалимся из машины и пойдем искупнемся. А вот Настенка что-то не хочет. Ну сейчас посмотрим. Супер? Да. Это иди попросу. Лучшее место для проснуться, да? Пошли купаться. Я Настенку заставил со мной тоже пойти. Я говорю, как так? Ты че? Мы че, просто так возле моря что ли стоим? Пошли срочно купаться. Так, все, просыпались. Спасатели на месте. Здесь такая классная спасательная вышка, напоминающая американский стиль. Широкий пляж, песок. Клево. Вон с утра пришли лошади, коровы. Ой, и мы идем. Вон, Мирошка зарядку делает. Видите, стоит в поле. Ой, какой кайф, а. Ну, пойдемте. О, здесь так мелко что ли? Ничего себе. Посмотри, как здесь мелко оказывается. Но. Мы здесь не купались, да. В том году мы когда приехали, сделать был дождь. Мы встали в лесочке, мы приехали, вообще темно. А когда здесь темно, кажется, что ты едешь в какой-то вообще просто ужас. По-другому и не скажешь. Ну, действительно, картинка такая страшная. А утром потом проснулись, такие, вау, нифига, как тут оказывается красиво. Вот сейчас примерно то же самое происходит. Видите, смотрите, какое сочетание. Черный песок, зеленая трава и сосны. Блин, невероятно вообще. Бай-бай-бай. Вот это да. Гляньте, черный. Он черный песок. Класс. Здорово, море. Блин, окунуться с утра, это вообще, это, это дорогого стоит. Все, Мирошка, стой тут. Погнали? Нормально. Нормально. Ты че, какая бодрящая. Ну все, пойдем. Ты за руку хотел взять. Да, я думал, что толплюсь. А ты толплюсь тоже. Я толплюсь тоже хочу. Мирошка, подожди. Все, Мирошка, пошел к ребятам. Ну пойдем, ты че не идешь. Посмотрите, кстати, вода чистая. Дно видно, ноги мои тоже видны. Класс. Все, я побежал. Здесь, короче, как на Азовском, походу, надолго идти. Ай. Ай. Ты купа, не, не надо ему с утра. Не знаю. Ой, слушай, детям-то здесь кайф будет вообще. Ой, песочек. Ой, ребята. Все, я точно знаю, куда вы должны точно приехать. Сто процентов. Это сюда, в Уреке. Ай. Ай, ай. Ну да, вон люди идут, им это по пояс. Фух. Ой, как хорошо, а. Клинкинкин собираешься. Ну да. Ну и нормально. Как это, как воленецкий. Ха, да, ну да. Только воленецкий. Мелко, круто, хорошо. Вообще здорово. Ой. Не знаю, где там глубина. Давайте здесь прям нырнем. Фух. Ха, молодец. Сориентировался. Газ удал. Газ удал на камеру. А ты так сможешь на камеру газ удать? Ну-ка. Давай, 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 давай. Молодец. Пока мы купались, дети, видите, схватили телефон и занимаются. Вот вы спрашиваете, на каких языках они говорят. Ну, говорят-то, понятное дело, пока свободно только на русском. Но они очень плотно изучают английский язык вот через приложение. И каждый день проходят по нескольку-нескольку уроков. Вот, видите. Вот так вот. Да? Детишки. Нет, два раза. Я буду сейчас готовить завтрак, завтрак, завтрак. Сегодня будет вкусный завтрак с сосисками. Мы вчера купили кучу сосисок с помидорками. Короче, сейчас будет вкуснота и красота. После того, как у нас сел новый аккумулятор, это случилось после того, что холодильник, холодильник стоял, получается, молотил 4 дня и забрал, получается, весь аккумулятор. Плюс и наша новая станция, сейчас вам я покажу. Вот она. Она тоже стояла несколько раз у нас, ну, подзаряжалась. Заряжалась-то она один раз полностью, от нуля до сотни. А так, чисто, когда ставишь, включаю тоже в прикуриватель, чтобы она тоже брала заряд свой определенный. Короче, аккумулятор сел. Я решил, что на ночь теперь будем перед сном холодильник догонять до минус 5. Вот. И на ночь выключать. Вот, собственно, сегодня мы его выключили. И я хочу посмотреть. Так, господи, камера, стой. Я хочу посмотреть, какая... Я сейчас хочу посмотреть, какая температура там есть внутри. Вчера его перед сном разогнали до минус 2. Немножко он постоял. Сейчас посмотрим. О, да нормально тут. Все, отлично. Значит, гипотеза у меня сработала. Пока дети проходят дуолинго, Мирошка таскает сосиски, и мы тут на стенках готовим завтрак. Выживаем, да, как можем? Плитку, смотрите, как поставили сюда вместо ящика. Здесь ветер не попадает, и огонь не так расходуется. Правда, да, да, я не так ящик не загорелся. Но не-не, я же проверяю. Вот я руку ставлю, все хорошо. И здесь то же самое. На медленном же огне мы жарим. Все норм. Семья настолько большая, что вместе мы сеть позавтракать не можем. Потому что сначала готовится первая партия, потом готовится вторая уже нам. Мы после завтрака переехали. Причем ни посуду там не мыли, ничего, просто все скидали в машину и переехали. Потому что мы, смотрите, стояли вот здесь, получается, как бы в поле, и все через нас ходили. А сейчас решили уединиться, встали здесь на краюшек. И вот про что я говорю. Куда бы мы ни приехали, везде наши зрители. Кто-то, конечно, стесняется на камеру поздороваться. Кто-то нет. Вот кто нет, того записываем. Но пока покажу только машину. Вот. Тойота. Не помню, как она называется. Ну, короче, Тойота. Вот подошли, говорит, о, славян. Ничего себе, как, говорит, мы видимся на просторах. Очень внимательные смотрят наши выпуски. Видели последний выпуск наш. И вот сейчас в Грузии встретились. В общем, если смотрите выпуск, вам большой привет. Кстати, вот мы переставили машину. Теперь так классненько. Погода немножко затянула небо. Здесь почему-то в Грузии, когда мы приезжаем, всегда дожди. Вот. Сейчас тоже капельку моросит. Чем мне нравится тоже Грузия. И вообще у реки-то эти лошадки стоит. Какая красотка. Пока Славик монтирует, я пошла с мальчишками на пляж. Людей много здесь отдыхаю. Сейчас с детками. Здесь очень мелко. Песочек вот этот классный, черненький. Наверное, Славик уже вам показывал. Колючки есть немножко вот такие. Прям в ногу впилась сейчас. Босиком ходить. Может попасть колючка. Вон. Черные человеки мои. Это кто такой черный человек? Десять негритят. Ой, какой страшный Мерезька. Пойдем. Так, а там закатывают Артема. Артем. А, Родион, Родион, покажись. Иди купайся скорее. Смывайся. Забавный песок. Мам, теперь в море покраска цвета, покраска цвета. Ты тоже купаться хочешь? Да я не хочу. Ну, пойдем. Раз так, пойдем. Заплыв. Мама без купальника. Ой, все, мама мокрая будет. Мирошка, Родиончик, иди к нам поближе. Артемка. А, кстати, здесь рыбки, да. Я видела, здесь рыбки прям плавают. Родицы где там. Чемпион. О, плюх-плюх, да, с ног? О, здесь мелко хорошо ребятишкам. Песочек мелко. Где бы мы не ели персики, но в Крыму персики самые вкусные. Да. Вот, серьезно. Они как бы все вкусные, но в Крыму самые вкусные. А еще у нас, смотрите, какой сад. Малины. Сейчас надо поесть персики и идти собирать малину. Гляньте, как растет. Или это ежевика. Или малина. Ежевика, да, наверное, даже, скорее всего. О, сколько еды под носом. Красота. Когда забыл купить что-то сладкое к чаю, но потом вспомнил, что есть шикарнейшее грузинское масло и турецкий сахарок. Получается вкуснятина детства. Мы когда нашим мальчишкам показали вот этот десерт нашего детства, они такие, вау, нифига себе. И, короче, всегда его просят. Но сейчас прям особый случай. Поэтому сейчас они где-то там в песочницу поиграют. Придут и будут кушать. Продолжение следует... 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 Короче, этот городок, он очень небольшой, называется Поти, правильно Артем как говорит. Короче, многие просто когда приезжают в Грузию, его вообще пропускают, типа там нетуристический, да, это нетуристический городок, но здесь есть что посмотреть, поэтому, учитывая, что мы стоим у реки, мы решили, что сюда обязательно нужно сгонять и посмотреть вообще, что здесь есть. Мы себе уже натыкали точки на карте, что здесь гляну, что не переключайтесь, будет очень интересно. И первая наша локация, смотрите, мы доехали вот сюда, река, просто река и просто мост. На самом деле мы даже на машине сюда не проезжаем, здесь сидит знак, 2 тонны, ну его нафиг. Машина все-таки на полных баках, но я думаю, что весит гораздо-гораздо больше. Здесь, вон, люди рыбачат, на самом деле здесь есть две достопримечательности, сейчас постараемся их посмотреть. Вон, осенка заценила, видите, как в стайке пахнет. Да, здесь прям вообще деревней пахнет на самом деле. Рыбаки, вон, по говну шагаем, коровки, красота, деревенская жизнь. Такие остатки зданий, каркасы, да, и здание такое, покрытое мухом вообще заросло. Да, у нас впереди огромное-огромное-огромное озеро. Есть, кстати, вот люди живут. Блин, ребята, как тут красиво. Посмотрите, какое озеро, стоит крест, не знаю вообще с чего и для кого. Но, по крайней мере, знаете, если надоела жара и соленое море, можно сюда примчать на озеро. Здесь, вон, дома стоят. Ну, по крайней мере, один дом точно стоит. Прокаты катеров, видимо, можно покататься. Вот, пожалуйста, сюда привозят туристов, пирсики. Блин, прикольное. Озеро какое, да? Ну, озеро, конечно, да, это свой вайп особенно. Вот, смотрите, с таким видом на горы. Они невысокие, но тем не менее. Вот, можно приехать покататься на лодочке. Здесь, короче, называется как-то национальный парк. Я не помню, сейчас здесь вот оставлю название. Там можно прям по всяким этим таким узким речкам покататься, как будто ты окажешься, как я не знаю, в джунглях. Ну, я фотки видел просто, мне напомнило это вот покатушки на Шри-Ланке, на озерах. Вот что-то такое подобное, короче. Ну, а мы не поедем. Вот, мы просто сегодня уделяем время прогулке. Ну, вот здесь есть точно туалеты. Если вдруг не втерпешь, можно. Получается, что в туалете можно даже не только дела сделать, а еще и сходить в душ. В общем, вы видели, как здесь ребята уже купаются. Мы поедем дальше. Ну, а если вы здесь будете, переезжайте, купайте. Все, едем дальше в центр Поти. Там сейчас будет очень красиво. Какие здесь парадные группы в дома, обратите внимание. Такие здоровые лестницы. Всякие расписные, резные и огромные балконы. Террасы, да, такие входные. Вот мы проезжаем собор Святого Николая. Мы были у Святого Николая на родине. Покровитель, путешественник. Сейчас еще доедем. Да, мы сейчас еще доедем до его церкви здесь. Что же, мы приехали в центральный парк. Так, надеюсь, нас здесь как-то пустят. Где-то здесь, наверное, вход. Вон вход. Встречают нас такие колонны. Вы видите, прям с самокатами, с колясками, с сандаликами, с водичкой. Здесь, кстати, есть на парковке магазин Spar. Вот в него на обратном пути еще зайдем, наверное, купим там еду, воду. Нас сразу встречает огромнейший просто флаг Грузии. Ха-ха, смотрите. Ну и, конечно, роскошные пальмы, древние деревья. Класс. В самом центре парка Фонтан. Правда, закончилась, видимо, вода. Здесь также в парке есть немножечко развлечений и аттракционов для детей. И стоят даже теннисные столы. О, детская площадка. И все это в тенечке классно. Кстати, стоит питьевой фонтанчик еще. Ну вот она, аккуратненько детская площадка с домиками, с горками. Есть сцены. Здесь, видимо, проходят какие-то городские мероприятия на празднике. Ну, конечно, Мирошка побежал сразу. Вообще, классная история с этими домиками. Мне прям очень нравится. Да ходи, Мирошка, будь как дома. Ха-ха-ха. Решили немножко развлечь детвору. Запустили их на гонки. Давай, Родик, давай. Давай, Тёмка. Хоть немножко, да, развлечений в дороге. Хорошо, удачно зашли в парк. Кстати, цена 2 лари проката. Мне кажется, цена нормальная, 70 рублей. Чинь-чинь, Тёма. Чинь-чинь. Мороженое вкусное, 2 лари стоит, всем купили. Но почему-то все с этим мороженым куда-то разбрелись по парку. А мы остались только мы с Артёмом. Ой, Мироша тоже выпросил. Говорит, папа, тоже хочу. Да, Мироша? Ой, рули, рули. Куда? Мы врезаемся. Ой. Что делать? Вот сюда выкручивай руль. Ещё, ещё, ещё крути. И газу. Давай, давай, давай. Едь, едь, едь. Давай. Не-не, не врезайся, не врезайся. Вот сюда вот выкручивай. Классно? Где здесь, Мирося? Классно? Да. Вот мы подошли к Патийской башне. Башне. Называется Патийская башня. Здесь ещё вот такая площадь. Что-то написано на грузинском. Наверное, я люблю Поти. Скорее всего, именно это написано. Так, ну-ка, давайте так, проверим мою логику. Если нас смотрят люди, кто знает грузинский, напишите. Я люблю Поти. Я делаю ставку, что здесь именно это написано. Это, да, есть какая интересная такая башня, где можно оставить книгу, например, такая библиотека, знаете, и взять, например, почитать. Вот. Здесь же находится Патийский кафедральный собор. Это вход в него. Да, выглядит, конечно, очень прекрасно. И, собственно, сама башня. В саму башню можно даже подняться. И здесь же, кстати, установлена ратуша. О, время, не знаю, правильно, неправильно, полпятого. Наверное, правильно. А вот это вот, это грузинский драматический театр. Прям на площади вот так вот стоит. И здесь есть скульптура. Не знаю. По-моему, мать Кохи, наверное, так она называется. Высоченная. Едем на очень крутую теперь достопримечательность. Вот, получается, Поти, это вот городок вот из таких вот двухэтажных зданий. Вот все здания здесь не выше. Такой, знаете, город частного сектора. О, какое интересное радужное здание. Видимо, какой-то садик. Вот он, я его уже вижу. Мы больные на одну вещь. И когда мы видим красивые эти здания, мы всегда пытаемся доехать. Встречайте, это финский маяк. Бау! Ну вот это да! Блин, какой он красивый. И как наша машина смотрится с этим маяком. Вообще кайф. Сейчас, сейчас ходим погуляем. Там есть проход к морю. У нас здесь на маяке получились очень крутые фотографии, которые вы сможете увидеть в нашем телеграме по ссылочке в описании. Блин, ну вообще, какой он крутой, а! Представляете, на этот маяк можно подняться на самый верх. Вот сюда вот. Совершенно бесплатно. Пойдемте. Сколько мы повидали маяков. Серьезно. Но подниматься на самую вершину маяка мы будем вообще впервые. Это невероятно. Исторические сыновья инженерные механики Лондон. 1862 год. Слушайте, вас приглашаем просто сюда. Вау! Добро пожаловать! Здесь целый музей. Не знаю, что это все значит. Руками, пожалуйста, не трогайте. Это картины, как раньше все выглядело понятно. Это вот, собственно, как и выглядел маяк. Это, кстати, вот прожекторы, которые светятся разными цветами. И нас ждет дальше винтовая лестница. Не, ну мы были в Хиле на Шри-Ланке, и нам это так себе. Здесь закрытое, представляете? А там было открытое. Пойдемте. Давай мне его на все. Давай, бери, конечно. Пороче, берусь. Вот такие путешествия мы любим. Вот такие путешествия, ребята, мы любим. Вот мы соскучились. О-о-о, ничего себе! Это невероятно! Вот это да! Здесь везде картины. Везде... И мы здесь одни. Сейчас нам люди тоже уже уходят. Вау, вообще! Ну, пойдемте. Мироша, как тебе? Круть вообще, конечно, да. Ни разу мы не были в маяке, ребята. Я уверен, что многие из вас тоже не были в маяке. Сейчас вместе с нами побывайте. Я уверен, что вам это никто не показывал. Вы это никогда не видели. Вау! Очень красиво. Очень красиво. Ладно, все, нас ждет уже финишная прямая. Здесь в финале такой козырек. Я чуть не влепился. Если вдруг будете здесь... Аккуратненько, аккуратненько. Мы попадаем. А нет! Мы пока не попадаем. У нас чуть осталось. Вот прям все. Вот теперь реально финишная прямая. Вау! 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 И вау! Мы не просто возле маяка, ребята. Мы в самом сердце маяка. Откуда все и происходит. Где пускаются вот эти вот лучи. Так, туда больше нельзя. Все, выходим и смотрим. Решетку еще сделали. Вот это да. Ууу! Как же красиво. Баба Юня! Здесь вот можно прогуляться. Вот здесь, как, набережная есть. Поплощадь. Класс. Скейтпарк есть даже. Где? Вот же он, смотри. Ну вот он, Артем, вот. Вот они, пляжи. Обалдеть. Здесь и дрон не нужен. Мы все сами с вами видим. Вот так вот по кругу. Ой-ой-ой, какая красота. Вот они, путешествия, когда ты открываешь для себя что-то новое. По-настоящему новое, да? Все, я остаюсь здесь жить. Здесь что-то написано. Хенри Лапай Э Париж. Да, нам сейчас предстоит... Да, Генри, а Генри? Генри, Генри, Генри сделан в Париж вот здесь. Ну, очень круто, слушайте. А как что будет, вы меня привезли? Ну, так поднимают кранами. Да уж. Очень близко, тоже. Блин, невероятно, слушайте, ребятки, обязательно, кто приедет сюда, обязательно скатайтесь. Да, вот такие места мы открываем. Да, спускаться, конечно. Магнирушки держи за Папу. Да. Давайте, 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 спускайся. Телефон твою от тебя наставай? Давайте, это, за перила держите. Да, держусь, держусь. Ну, смотри, там какая высота. Да, на пусть жены сидит. На пусть жены гоняешь. Боишься? О, боишься, Беройся, боится. Да. Мама, молодец? Мама, молодец, молодец. Здесь тут плавится. Все, едем на парковку. Это невероятное, прекрасное место здесь, в Грузии. Блин, я не знаю, потрясающе. Еще хочу показать вам черные пески, зеленую траву, этот сосновый лес. Красота, короче, вообще нереально. И у нас сегодня будет закат. Надеюсь, тучками не закинет. И на этом закате буду завершать данный видеоролик. Дальше отправимся в следующий шоу город, так что обязательно подписывайтесь, если не подписан. Ну и, конечно же, на телеграм-канал тоже подписывайтесь. Там очень классно и уютно. Включаю вам закат. А я с вами прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok